Так, 8.59. Давайте посмотрим, что у нас по 8.59 и все, сайт начал уже тормозить. Так, набор вроде появился и сразу пропал куда-то. Что это за сайт? Как это такое называется? Не пойму я. 9 часов 0,1 минута и ничего не происходит. То есть мы увидели его, он перезагрузился, значит можно было внести свои буквы какие-то. Так, сейчас проверяем с интернетом, все ли в порядке. С интернетом, например, интернет у нас загружается, все работает. С интернетом все хорошо, а вот конкретным сайтам непонятно. Просто пишут, что сервер недоступен и все. Капча. Видите капчу? Капча не распознана. Сейчас попробуем подтвердить без капчу. Может быть оно что-то, но что-то непонятно. Как это может быть, что вот так вот сайт просто никакую не дает... Про капчу написано, что такое капча. Ну а как она тут, собственно, выглядит непонятно. Убираем там один. Предтвержение и, собственно, ничего не происходит. А если просто на сайт зайти? Сайт не хочет работать ни в каком формате. Так, что же мы будем делать? Ну просит капчу, введите капчу, которая не существует. Сейчас интернет у нас есть. Хорошо работает, стабильно. Ну что можно сказать? Ну просто это невероятно. Это, я не знаю, или некомпетентность, или для сайта Национального банка это сюрприз, что нумизматы. Это в нашей стране еще не такое огромное количество нумизматов, как могло бы быть. Как реально потихоньку их становится больше. А что делать, когда это направление будет ну прямо супер популярно? Каждый там третий украинец будет собирать какие-то монеты для себя в коллекцию. Что вообще сайт будет не работать? Вообще не будет работать? Он так не работает ни хрена? Вы знаете, вот так вот смотря на наш сайт, который, сервис, который предоставляет НБУ по заказу онлайн монет, такое ощущение, что работа вообще никакая не проводилась. То есть у ребят вроде все хорошо, вроде все работает, когда там нет монет. Но как только они что-то презентуют и реально люди ждут и хотят зайти, и в Украине не такое большое количество нумизматов. Просто-напросто это либо некомпетентность, не умение настроить процессы, не умение отладить работу. Сделайте несколько партий, сделайте анонс, разошлите всем сообщения, что это какую-то бронь предварительную. Просто-напросто вот здесь показана вся некомпетентность Национального банка. Если нет ресурсов, пригласите программистов. У вас же уровень национальный, уровень страны все-таки. Это не какое-то там частное предприятие. Мне кажется, что если бы это была какая-то небольшая контора, небольшая компания айтишная, которая делает продукты в Украине для заграничных сумасшедших проектов, то они бы то сделали лучше. Потому что здесь просто это смешно. Это не какой-то маленький частный банк, который может сайт не справляться. Есть же социальные сети, которые с миллионными трафиками работают. Как страна может презентовать на создание каких-то проектов глобальных, если сайт страны, который финансируется государством, не может нормально сделать работу, не может нормально сделать хотя бы для того количества небольшого нумизматов, которые есть, сделать возможность заказать, возможность заказать, оформить заявку. Ну, это просто огромное разочарование. Ну, не только для меня, ребят. Я думаю, для тех, кто сегодня зашел и вот увидел вот такой вот вид сайта. Ну, это просто разочарование. Ну, что-то другое сказать очень сложно. Я не говорю, что вообще глобально в смысле для нумизматов это можно организовать, ну, просто онлайн заказ, чтобы работал сайт. Потом доставку через Укрпочту, например, да, если вы начинаете как-то раскручивать, брендировать. Там реклама мне показывается в социальных сетях, в Инстаграме реклама Укрпочты, которая просто бездарно организована там, да, когда ты приходишь без пяти, без пяти шесть, а у тебя закрытая дверь, потому что они решили закрыться пораньше, чтобы сделать какие-то свои задачи, например, там, помыть пол и так далее. В компаниях, которые клиентоориентированы, это работает так, что ты можешь позвонить и сказать, что я немножко задержусь, подождите меня, и вас дождутся. В бизнесе это так и происходит. Ну, конечно, в глобальных больших компаниях сложно это сделать, но бизнесы, которые клиентоориентированы, они реально это смогут сделать. Вот смотрите, вот я сейчас вижу, я сейчас вижу, пожалуйста, введите капчу. Какую капчу? Какую капчу мне надо ввести, чтобы заказать этот набор? Вот как это рекомендуете нажимать эту долбаную капчу? Потому что она же тут, ее тут просто нет. Ее, ну, я не вижу. Вот как вот эту капчу посмотреть? Я не понимаю, как это работает в вашем, в вашем примере. Вот, блин, простите. Вот, все, капча нажалась, теперь вообще не работает ничего. Ну, это просто. Ну, ладно. Ладно, оно не работает. Так оно пытается что-то заработать, я не знаю. Конечно, капча нужна для защиты от того, чтобы какие-нибудь роботы скачивали, покупали эти монеты в автоматическом режиме, парсеры и так далее. Это все понятно. У нас Украина страна программистов. Хорошо, но для людей сделайте вы какую-то двойную верификацию. Может быть подтверждение голосом. Ну, куча примеров сайтов, которые это реализовали. А тут на уровне государства, на уровне государства они не могут это сделать. Хорошо. Может, нужно специальный какой-то софт ставить, который облегчает сайт, который позволяет моему браузеру с легкостью заходить на… Может, нужно подходить к НБУ, ловить Wi-Fi, который у вас там, возле НБУ, который, я не знаю, у вас оно как-то, может, по-другому лучше сработает. Может, нужно, я не знаю, заколдовать. Ребят, пишите свои версии. Что можно сказать? В данном случае от нас, от всех тех, кто зашел на сайт, зависело, что вы выделили время, проснулись, например, да, залогинились, зарегистрировались на этом сайте. Но ожидания не совпадают с реальностью. К сожалению, Национальный банк, который, собственно, предоставляет такую услугу по онлайн-заказу, не может обеспечить. То есть, они как бы заявляют, что вот такая возможность есть. Но физически они, скажем так, обещают, но не делают, не дают возможность реализовать. Что можно сказать по этому поводу? Конечно, это огромное количество людей разочаровывают, потому что люди хотят, на что-то надеются. А это какая-то лотерея. Ну, ты напишите, что лотерея, напишите, что не все попадут на сайт. То есть, сделайте какую-то выборку. То есть, примите заявки от всех желающих. И кому повезет, тому повезет. Здесь, конечно, проходит настроение другое. Что ты заходишь, логинишься, но у тебя что-то не удается. То есть, это не совсем лотерея. Когда вы официально заявляете, что вы можете ее не заказать, потому что у нас голимый сайт, он не работает. Это одно. А когда вы приняли заявку, написали человеку, что спасибо, с уважением. Я уже не говорю про то, что у некоторых участников были отключены учетные записи. То есть, человек заходит купить набор, а у него написано, ваша учетная запись заблокирована, обратитесь к администратору. Вы обращаетесь к администратору, а вам не отвечают два дня. Ну, то есть, и как это называется? То есть, скорее всего, конечно, Национальный банк и этот кабинет дособирал какую-то информацию конкретную. Что там, может, паспортные данные, может, на украинском языке, потому что в начале регистрации было не так эти данные собраны. Но зачем блокировать? Вы можете, как бы, сообщениями, да, что, пожалуйста, дополните и так далее. А не так радикально. Ну, то есть, здесь вот такой подход видно, что непрофессиональный. Вот как мне кажется. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас было, что у вас появилось, не появилось. Есть действительно вот те, кто пришел и, к сожалению, вот не смог это сделать, заказать. Потому что, да, уже 9.37 и сайт до сих пор никак не ожил. Оно выдает уже, по крайней мере, какую-то авторизацию. Но авторизация есть, наборы и ничего не происходит. Все, до свидания. Ну, спасибо, ребята. Ну, на жаль, на данный момент у нас вычерпана килькисть. Ну, просто смешно. Я не знаю, как это правильно вам сказать, что просто-напросто это не то слово. Ребят, ну, видите, такое вот настроение. У меня, с одной стороны, смешанные эмоции. С одной стороны, как бы, да, я стараюсь не расстраиваться. Потому что я знаю, что эти все наборы, они будут у перекупщиков. Их реально можно будет купить. То есть, за деньги можно купить очень много всего. Но поражает меня вот такой подход, что они же весь год знали, что у них и будут монеты, и будут наборы, и будет интерес к этим моментам. Ну, не знаю. Мне кажется, что это непрофессионально. Если, ребята, вы делаете такой онлайн, сделайте несколько партий, сделайте какое-то в разное время, разгрузите каким-то образом свой сайт. Почему нумизматы, коллекционеры должны каким-то образом пытаться это угадать? Какая-то воля судьбы должна произойти? Или как это в вашем понимании это работает?